У нас примерно в базе 22 тысячи пациентов. Марка, я буду строить сразу три клиники. Он говорит, Артём, построи одну, ты построишь сразу три, будешь масштабировать неудачу. Ну, или ошибки будешь масштабировать. Моя миссия – перевернуть рынок лечения болезней в поддержание здоровья. Я в ту сторону двигаюсь. Не знаю, мы с конкурентами хорошо общаемся, разговариваем, строим один рынок. Всем привет! С вами снова я, Алексей Белов, и наш канал для предпринимателей «Открытый бизнес». Сегодня я общаюсь с Артёмом Газаровым, основателем сети технологических стоматологических клиник. Ты меня поправишь ещё, если я неправильно говорю. Просто то, что я видел своими глазами, именно такое впечатление меня и вызвало, как технологические. Вот, «Белая радуга». Компания называется, Артём, наверное, я не буду про тебя рассказывать, сам расскажешь чуть-чуть больше про вашу компанию, чтобы мы могли наших зрителей чуть-чуть представить, где вы работаете, в каких городах, сколько у вас клиник. Расскажи, что-нибудь такое посначала общее. Давай. «Белой радуге» 6 лет. Мы сейчас открываем 8-ю клинику. Мы открываем 7-ю клинику в Москве, в Хамовниках. В Москве у нас всего сейчас будет 6 клиник. У нас открылась несколько месяцев назад клиника в Сочи, и мы через неделю, там, полторы, стартуем новую клинику в Краснодаре. Вот, это клиники, когда ты говоришь технологические, а не правда технологические, это была одна из основных задач. И, как условно принято считать, что вся медицина технологическая, но нет. Я обычно говорю то, что в наших клиниках можно рассчитывать на медицинскую помощь, которая релевантна 24-му году, 21-го века. То есть у нас есть вот все, что вы можете ждать от медицины, так это и должно быть. Когда мы говорим, мы хотим быть технологичной компанией, и у нас много чего для этого есть, но нас пациенты ценят за другое. За открытость, за доверие, за возможность вести диалог. Вот. И мы называемся клиникой семейной профилактической стоматологии, потому что во многом сфокусированы на заботе о здоровье, а не лечении зубов. У нас, безусловно, есть и микроскопы, сканеры, лечение во сне, своя цифровая лаборатория, все, что хочешь. Да, для реализации самых сложных задач, но моя миссия перевернуть рынок лечения болезней в поддержание здоровья. Я в ту сторону двигаюсь. Здорово. Скажи, а почему ты вообще, как ты пришел к тому, что стал заниматься бизнесом в сфере стоматологии? Мы все пытались. Я стоматолог по образованию. Мой папа стоматолог, мама стоматолог, брат стоматолог. Вот. И так получилось, то, что я тоже стоматолог. И, соответственно, когда мы выбирали когда-то вуз, ну, во-первых, я хотел быть врачом уже с пятого класса, наверное, достаточно целеустремленного нам отношения. И, знаешь, у нас наши ужины напоминали стоматологические конференции, запах гвоздичного масла после прихода папы с работы. Вот. Ну, это, представь, что это там середина 90-х, и у тебя в школе учатся ребята, у всех папы кем-то работают, и такого понятия, как предприниматель, там его раньше вообще не было. Да. Вот. И они кем-то все работают. Это кем, я не знаю. Вот. А тут, как бы, понятно, пошел учиться на врача, врачом стал. Да. Ну, и как благородная специальность и понятная. Вот. Мне нравилось. Я с пятого класса там уперся, поступил в специальный химико-биологический класс, потом поступил в Тверской медицинский университет, ну, и вот так началось. То есть это была семейная история. Ты потом какое-то время, наверное, работал в какой-то клинике, да, как врач? Да, так и было. Я работал в клиниках, не только в папинах клиниках. Я все свои первые заработанные деньги вкладывал в образование, в книжки достаточно дорогостоящие, обучение за границей. Я потом закончил еще магистратуру Калифорнийского университета по имплантологии, поставил порядка там четырех тысяч имплантов. У меня много было пациентов, вот. И мне всегда хотелось сделать стоматологию вот не как-то в Советский Союз, где больно, крик, детей лечит в удержании, где важнее там сами коронки или пломбы, а не человек. Вот. Мне важнее человек, человеколюбие, вот эта сфокусированность на человеке. Вот. Я стал строить такие вот клиники. Понятно. Это вот как раз я люблю такие, как говорится, примечания делать в момент диалога, чтобы можно было фиксировать какие-то умные мысли. И вот тема о постоянном повышении квалификации, это именно то, что отличает успешного предпринимателя от неуспешного. Человек постоянно стремится к чему-то новому, познанию каких-то новых знаний, которые у него отсутствуют, для того, чтобы достичь какой-то своей цели. И мой пример, и твой пример, и те люди, с которыми я часто общаюсь здесь, они именно говорят о том, что я там и начинал, там образовывался, образовывался, и потом уже вроде бы и был предпринимателем, и уже имел, в общем-то, капитал достаточный, и при этом все равно продолжаю этот процесс, потому что, ну, реально, мир меняется очень быстро. Сегодня ты вроде бы думаешь, что ты знаешь все, а завтра, если ты не, как говорится, не прокачиваешь себя, ты понимаешь, что кто-то уже сбоку из конкурентов, он уже начинает тебя обгонять. 100%. Хорошо. Вот скажи, 6 лет это много для стоматологического бизнеса? То есть поделись или мало, или это еще только на какая стадия вот у вас сейчас, да, рост стадия, и поделись какими-нибудь основными успехами, что вот за эти 6 лет, ну, какими-то цифрами, может быть, там, не знаю, в деньгах, количество клиентов, там, количество имплантаций, там, ну, что-нибудь такое, чтобы было понятно, насколько как бы вот за 6 лет ты успел, сколько ты успел сделать. Когда у тебя все хорошо, это кажется медленно. Когда не очень, то кажется быстро. Вот. Соответственно, так, знаешь, ты про образование хорошую вещь сказал, у меня кроме медицинского образования есть образование Стокгольмской школы экономики, и мне там когда-то профессор Чикагского, по-моему, университета, он бывший head of marketing Procter & Gamble, Марко Протану, он мне дал там классный совет, вот, у меня как бы перца много, я говорю, Марко, я буду строить сразу три клиники. Он говорит, Артем, построи одну, все ошибки сделай в одной клинике, а потом масштабируй успех, потому что если ты построишь сразу три, будешь масштабировать неудачу, ну, или ошибки будешь масштабировать. Вот. Неминуемо все равно что-то из этого происходит, но тем не менее. Я думаю, что это достаточно быстро, цель еще более амбициозная, построить 50 клиник Белой Радугой к 30-му году, она так сформулирована. Наша задача выйти в сегмент средний минус для того, чтобы сделать технологию, которую я вначале сказал, доступной для большего количества людей, сделать 400 клиник в России для того, чтобы менять рынок в сторону заботы, поддержки, здоровья. Вот. Это, ну, образование. Цифры. Мы в прошлом году заработали 650 миллионов рублей, нам принесли 650 миллионов рублей. У нас примерно в базе 22 тысячи пациентов, у нас 80% пациентов по рекомендации, нас включают всякие рейтинги на высокие места, у нас интенсивная скорость роста. Какая еще цифра, может быть, интересная? У нас 29% беды. А персонала? Сколько это во врачах? Потому что сейчас примерно врачей примерно, ну, там, 70, наверное, 75 врачей. Вот. У нас в общем чате 200... Ну, давай будем считать, что вместе с IT-отделом и отделом развития у нас будет там 230 человек. 230 человек. Понятно. И давай сравним теперь вот эти цифры по компании, по твоей, там, некие такие приоткрыли планы на будущее, о которых мы, наверное, еще поговорим. Вот рынок, российский рынок стоматологии. Я уверен, что нас смотрят некоторые предприниматели, которые интересуются, может быть, сами, как сейчас работают врачами, да, и хотели бы свою клинику открыть в будущем, то есть пройти по тому пути, которому ты прошел. И хотелось бы понять, вот насколько этот рынок сейчас в России, вообще что происходит в этом рынке в 2024 году, да, куда этот рынок движется, то есть он движется в сфере там развития технологий или в сфере конкуренции какой-нибудь ценовой, да, вот что, за какими трендами ты наблюдаешь? Слушай, ну, надо, наверное, масштаб тренда смотреть, который интересен, я думаю, что в том разговоре, где мы сейчас разговариваем, наверное, важно понимать и наблюдать, что идет консолидация рынка, она в стоматологии еще не началась активно, но неминуемо придет, мы видим консолидацию сильную общей медицины в России, и вот, я когда говорю про 400 клиник, моя одна из задач, это именно консолидация рынка, почему произойдет, потому что на рынке есть явная проблема высокого недоверия к решению врачей, и нету стройной системы между разными клиниками, поэтому появится крупный игрок, который выровняет вот эту структуру, хотя бы принятие решений, вот это А, Б, мы понимаем то, что технология, которую мы предоставляем, которой доктор и врач умеют пользоваться, это одна из сложностей сети, что технология в стоматологии не очень дорогая, ее можно купить за деньги, но вопрос, умеешь ли ты ей пользоваться, и часто ей умеет пользоваться автор, какой-то один специалист, но в масштабе это невозможно сделать, и когда это умеет, ну, пользоваться специалист, его цена, естественно, растет, понятное дело, да, и вот моя одна из задач, чтобы процессы, они работали одинаково в каждой клинике, как я тебе вот сказал вначале, что в принципе в любой клинике есть вот этот врач, к которому ты можешь прийти, и я на самом деле горжусь тем, что я давно не предупреждаю врачей, что от меня кто-то придет, то есть, ну, как бы, я ему доверяю, я сам сяду лечиться, то есть, сто процентов, вот, и тяжело сделать так, чтобы эта работа была на каждом шаге, мы тратим на этом много времени живых людей, дорогих людей, которые говорят, давайте делать так, давайте делать так, давайте, это монотонная, сложная работа, вот, понятно, что она не удешевляет процесс, да, она делает его, ну, дорогостоящим, соответственно, моя задача спустить технологию вниз, и вот благодаря, в том числе, тому механизму с контактным центром, о котором ты говорил, да, то есть, у нас высокий фод, у нас фод, типа, 45%, да, благодаря тому процессу, о котором ты говорил, мы можем автоматизировать многие части, которые фод нам снизят, и в сегменте среднем или ниже сделают доступной технологию, высокое качество лечения, но потеряют, конечно, сервисы. Понятно. Я немножко поясню, мы с Артемом при разогреве к интервью говорили немножко о технологиях контактного центра, о клиентском сервисе, и мы, как компания «Открытая линия», как президентом, которым я являюсь, очень часто используем искусственный интеллект для контроля за работой сотрудников, и Артем как раз говорил, что они эти технологии тоже используют, потому что действительно это позволяет более четко и точечно работать над повышением качества, когда мы можем максимальное покрытие за контролем работы сотрудников иметь, и работать уже именно с теми сегментами, точками, болевыми, которые требуют. Это, естественно, в перспективе, когда это внедряется, это снижает операционные затраты, потому что где-то мы человеческий труд можем просто убрать, потому что этот труд заменяет искусственный интеллект. Давай будем брать все-таки у тебя 6 клиник в московском регионе. Насколько вообще рынок московский, вот ты говоришь, консолидация, да, то есть идет некий процесс, он будет продолжаться. Насколько это вообще конкурентная среда, можем даже в привязке к твоему сегменту, да, то есть ты сейчас работаешь в сегменте, я понимаю, высокий, да, и, соответственно, вот в твоем сегменте насколько ты ощущаешь вообще конкуренцию, да, или так же, как и раньше, все зависит от локации, и вот в основном клиенты, которые пользуются услугами, которые рядом живут. Слушай, все вместе влияет, конкуренция точно есть, но мы там по Москве знаем то, что людям удобно ехать в классное место, которое близко к ним находится, там, по территориальному признаку, да, дом, работа, в зависимости от того, когда тебе удобно посещать, поэтому конкуренция, ну, как бы, конкуренция точно есть, в каждом районе есть клиники, которые ты можешь выбрать. Как я ее чувствую, не знаю, мы с конкурентами хорошо общаемся, разговариваем, строим один рынок, мне кажется, что я буду считать конкурентами те клиники, которые используют подобные технологии, да, как у нас, и вы можете выбирать среди мнений, да, то есть одна из самых популярных историй отказа от лечения, что там то же самое в два раза дешевле, да, я говорю, ребят, если там то же самое в два раза дешевле, то надо брать, да, это круто, вот, и я понимаю, как вот в предыдущем тезисе, что мы сейчас выходим там на рынки вот Сочи и Краснодара, там нет такой цены, как у нас, но я не верю, что можно за эти деньги сделать работу такого высокого качества, так заботиться о здоровье, ну, это просто невозможно, да, то есть не получается. фактически на новых рынках ты там будешь создавать, наверное, стандарты определенные, новые, приносить. Столица, в общем-то, она всегда являлась каким-то таким центром притяжения умов, технологий, потом регионы постепенно подтягивались, и ты хочешь сейчас сделать свои вот эти первые шаги в регионах, принося туда свой опыт и вот то, что ты наработал за 6 лет. При этом, знаешь, выясняя там ценовые политики разных городов, не только там Сочи, Краснодара, мы смотрели в прошлом году там Омск, Челябинск, Новосибирск, понятно, что врачи, которые работают с высоким качеством, у них такая же цена московская вполне себе, потому что образование стоит столько же, оборудование стоит столько же, материалы стоят столько же, да и аренда даже стоит столько же, но мы сейчас в Сочи, в Краснодаре арендуем помещения, ну, фактически за те же деньги, что и в Москве. Да, я тоже наблюдаю, знаешь, за этими тенденциями, ну, так общаясь как раз с предпринимателями из разных сфер, я вижу, что на самом деле, вот если мы берем какой-то ценовой сегмент высокий, премиум, то вот как раз большая нехватка инфраструктуры определенной в регионах есть, и как раз клиенты, которые вот, ну, там те же самые собственники бизнеса, топ-менеджеры, которые имеют там на месте свои там заводы, рестораны и так далее, они не могут получить некие услуги, к которым они привыкли там во время там проживания, могут быть, они могут на два города жить, в Москве у них это есть, а у себя там в Краснодаре этого нет, да, поэтому, наверное, это интересное такое наблюдение, если проанализировать рынок конкретных городов и смотреть в сегменты, в которых у тебя уже есть большой опыт, но, допустим, еще достаточно неконкурентный, да, то, наверное, это потенциал для успешного возможного проекта имеет обратить внимание, то есть при анализе рынка. Хорошо, давай поговорим теперь про инвестиции. Вот ты открываешь новые клиники в других регионах, я думаю, очень многому количеству людей будет интересно, сколько надо денег мне, как предпринимателю, как даже не инвестору. Вот я был врачом, я решил открыть свою клинику. Во-первых, расскажи, что за параметры, сколько площади надо, чтобы клинику открыть такого формата, как у тебя, и сколько надо денег на это? Если будем говорить про мою клинику, то клиника в среднем стоит 120 миллионов, плюс-минус. Под ключ? Ну да. Ремонт, оборудование, какие-то? Даже какие-то стартовые затраты на маркетинг, на какой-то первичный фото, ну, 120, давайте говорить, 120-130 миллионов она стоит. Вот строится примерно 6 месяцев. Сейчас мы строим клиники примерно на 5-6 кабинетов. Считаем это оптимальной цифрой с операционной. Операционной называется место, которое нужно для реализации лечения во сне. Она, в принципе, такой же кабинет, просто побольше размера. Никак из лексикона слово не выброшу. Оно используется при лицензировании, а пациентам оно ни к чему. Собственно, вот, сказал, а, ну мы рассчитываем на окупаемость 3 года. 3 года. То есть это, ну, наверное, с учетом того, что ты сказал раньше, что в регионах там даже арендная оплата плюс-минус все равно такая же, да? То есть в целом эта экономика, ну, если мы, если с теми же средними чеками сравнивать там, что регион сможет потянуть те же средние чеки, то и окупаемость там та же самая, возможно, такую ожидать. Ну, хотелось бы, да. Хорошо. Мы поговорили про инвестиции, про окупаемость, которую, в принципе, я, кстати, касательно окупаемости могу сказать, что вот недавно общался я там с рестораторами, с какими-то другими бизнесами в сфере услуг для B2C, скажем так, да? И, в общем-то, вот эти, большинство предпринимателей хотят зарабатывать больше, чем какие-то классические инструменты инвестиционные, да, и ожидают доходность 25-30% годовых. То есть, в принципе, этот бизнес, он в эту модель укладывается, и, соответственно, можно при правильной организации работ, при опыте таких результатов добиться. Давай поговорим теперь про риски. Риски в любом бизнесе есть. Вот из твоего опыта шестилетнего, во-первых, расскажи, были ли у тебя неудачные какие-то проекты, да, именно стоматологические, и какие риски ты считаешь основными, которые надо оценивать еще до того, когда ты начинаешь этим бизнесом заниматься? Слушай, ну, когда ты мне говоришь про риски до того, как ты начинаешь этим бизнесом заниматься, классический совет, что если вы в этом бизнесе ничего не понимаете, то лезть не стоит, потому что как бы это иллюзия, что ты заплатил там за большую работу в клинику 5 миллионов рублей, и что это все собственнику в карман, и что, о, раз я заплатил 5 миллионов, значит еще придет 10 тысяч человек, которые по 5 миллионов заплатят. Я считал примерно на салфетке одно на другое, понял, что хороший бизнес. Класс. Да, и пошел дело, типа так не работает, вот, и, конечно, из смешного мы таким желающим, их достаточно много, мы их спрашиваем, какое количество рекомендаций в клинику они сами привели, вот, ну, в кресло посадили за 5 лет за последние. Он говорит, вроде никого, вроде никого. Да. То есть это 5 миллионов через 5 лет заплатил. Вот, поэтому он тут такая, как виноградник, долго-долго растет. Да, да. Вот, это А. Вторая часть вопроса, какие риски надо учесть. Слушай, ну, знаешь, я не начинал бизнес как предприниматель, я начинал бизнес как врач, вот, и поэтому я вот так на это не смотрел, я не смотрел из формата, а что мне делать, стоматологическую клинику там или сигарет продавать, да, вот, я смотрел, ну, на медицину, и в нее как бы двигался. Я в это верю, мне это нравится, поэтому я так вот делал. Вот. Дальше, если говорить про инвестиции, проблема рынка в том, что он достаточно серый, и понять, какие реальные доходы и какие реальные риски достаточно сложно. Вот. Я, например, горжусь, что мы работаем в белую, у нас красивая отчетность, чистая и так далее. Вот. Это сложно достаточно, но тем не менее. Но поскольку рынок не весь такой, понять инвестору непосредственно, насколько это будет правильно, неизвестно. Плюс ко всему, когда мы говорим про инвестиции, мы говорим, что даже масштабируемые, да, то есть не в одну клинику, в инвестиции. Да, дальше двигаться. И поскольку большого игрока нет, вопрос, есть ли не ожидание, что там доходность сохранится на уровне 30% при масштабировании большой сети? Не факт. Скорее нет. Скорее нет, чем да. Вот. Но из плюсов, наверное, то, что это все же медицина, и если ресторан сначала наполняется, а потом концепция снижается, то медицина, наоборот, сначала там устанавливается, а потом получает больше доверия и растет. То есть люди начинают возвращаться повторно, да, заказывают другие услуги постепенно? Заказывают другие услуги, возникает больше доверия, врачи обживаются, то есть на местах, ну, то есть по-другому работает немножечко. Риски персонала. Расскажи по персоналу. Насколько сейчас вообще сложно набирать врачей? Часто ли сталкиваешься с тем, что кто-то немного поработал и там решил поменять работу? С тем, что кто-то меняет работу, сталкиваюсь нечасто, и с этим же связан, брат, с тем вопросом, поэтому нету хороших врачей. То есть, ну, в смысле, они есть молодежь подрастающая, вот, пока что она наберется, там, нужного нам опыта, она проходит достаточно много времени, вот, а мы, как частное предприятие в том виде, в котором мы есть, нет ресурса учить этих людей. Так уж сложилось, и когда мы говорим про низкий сегмент, надо понимать, что в профессии называют это трамплин, есть одна даже клиника с таким названием, ну, в смысле, один бренд, который все называют на рынке трамплин, потому что заходят по беспрецедентным низким ценам там руку набивать, молодежи куча, и они там, да, давай, фигачить, вот, и это, как-то звучит не, к сожалению, корректной фразой, но цена образования достаточно низкая, потому что вот много людей, кто понимает, что могут получить услугу очень дешево, да, а в среде предпринимателей я обычно говорю, что если вы покупаете пачку пельменей за 300 рублей, то, наверное, вы не рассчитываете, что там внутри есть мясо, да, ну, в общем-то. Да, надо всегда понимать, что сервис, качество не могут стоить вот это быстро, дешево и качественно, да, там, не бывает выберет, надо всегда выбирать два. при этом, знаешь, ко мне там есть обращение, что, типа, я не хочу платить за сервис, я хочу платить только за услугу, и я думаю, что, думая про это, я думаю, что сервис, если вы туда вкладываете, там, например, чай, кофе и мороженое после приема, то это все-таки такая сопутствующая история, просто в качестве бонуса сервисом в медицинской организации будет называться подробный фоллоап, где за вашим планом лечения следят, вас не оставляют одного после того, как вы завершили лечение, вас приглашают обратно на осмотры, профгигиены и так далее, то есть вот эта часть, и эта часть составляющая медицины не меньше, чем само лечение, и это важно. Гарантийные обязательства, ну, в общем, весь этот спектр входит внутрь понятия сервиса, не часть кофе. Согласен. И я как раз можем продолжить эту тему про сервис, потому что плавно перейдем к теме привлечения новых клиентов. Не так давно мой сын, которому 11 лет, побывал у Артема в клинике на экскурсии. Это и стало причиной нашего сегодняшнего подкаста. Да, вот, и это на самом деле действительно произвело на меня впечатление сильное, потому что, ну, сама клиника, она, наверное, может произвести впечатление на взрослых. Вот такие мероприятия, подобно которому участвовал мой сын, который пришел, который посмотрел. Большинство детей боятся зубных врачей, стоматологов, потому что они думают, что это страшно, больно и так далее. И я сразу как бы записался на эту экскурсию, записал своего сына, потому что я хотел показать ему, что как это на самом деле происходит и что там все, ну, не так это все на самом деле, как в голове может нарисоваться. И сын посетил эту экскурсию, это было достаточно динамично, быстро, при этом не скучно. Детям показали, как работает врач, даже предложили побыть в роли врача. Все это в виде игры было, потом был какой-то информационный мультфильм. Их заряжают в халаты? Да, да, да. И в конце их угостили мороженым. И это было очень классно. Мой сын после этого сразу сказал, я готов. Он даже мне сказал, у меня вот тут болит, давай мы запишемся. То есть сам проинициировал. То есть я ему, когда раньше говорю, Тём, давай как-нибудь сходим, надо посмотреть, что тебя там беспокоит. Он отказывался, а после вот этой экскурсии мы буквально сразу на следующей неделе записались. И я понимаю, что это классный инструмент для того, чтобы через детей также и привлекать их родителей и впоследствии познакомиться как минимум с клиникой, посмотреть и как клиника выглядит, и как работают врачи, и как работает сервисный персонал. Расскажи, вот помимо вот такого рода инициатив, вы что-то, как вы ещё, как вы вообще в принципе получаете новых клиентов? Знаешь, как отвечу, я тебе из того вопроса часть скажу, я начал рассказывать в том вопросе про трамплин и про количество людей, которые есть. и я вот только ехал сюда, взял статистику по последнему найму, вот у нас было 153 резюме на врача-терапевта, 10 пригласили к собеседованию, и один врач вышел на тестовый приём, и он не подошёл. Вот, и поэтому мы движемся дальше. То есть, такая вот у нас воронка, это достаточно простая специализация, то есть, воронка может быть ещё шире. Вот, поэтому то, что ты видишь, это касается качества найма, подбора, выбора, ну и так далее. И ещё, наверное, для предпринимателя сложно с этим вовлекаться, да, то есть, нужно быть заинтересованным, чтобы было именно так, чтобы абы кого, чтобы там HR заполнял не строчки в таблице, а клинику живыми людьми. То есть, это супер-супер важная история. Вот, поэтому вот так. И одна из задач, в том числе, роста HR-бренда для информирования, при этом я не могу сказать, что мы с этим круто справляемся. У нас, например, есть огроменный блог на Хабре. То есть, там типа, ну там, наверное, уже 100 текстов, и если вы их все сможете прочитать, что не очевидно, потому что я, например, такие тексты читать не умею. То есть, ну там, ну в смысле не буду, наверное, там выкладки, там 10-страничные посты, но они интересны, с огромным количеством комментариев, там реально вовлечённая аудитория. Если вы прочитаете, то вы вполне себе будете стоматологом. Ну то есть, на самом деле, без малого. Ну или во всяком случае, будете очень глубоко сферу знать. Это один из способов. Вот я участвую достаточно часто вот в таких мероприятиях, меня много зовут, я выступаю. То есть интервью, участие в конференциях, да, вот таким образом? Постоянно, да, то есть постоянно. У меня Инстаграм есть, я там тоже рассказываю, веду его там, показываю. Раньше он был врачебный, сейчас он больше предпринимательский. Вот, но, ну в общем, такие, такие вещи. Вот. Если мы там говорим о том, что у нас цель маркетинга, в том числе информирование, то не могу сказать, что нам это хорошо удается, потому что там, ну, условно там, из-за окружения нас будет знать не такое большое количество людей, как могло бы, наверное. Ну, значит, по счету, тоже не умеем. Слушай, это нормально. Невозможно уметь все, да, тем более, как ты правильно сказал, очень важно подобрать правильных специалистов, и это же касается не только врачей, да, то есть это касается абсолютно всех ролей в компании. То есть постепенно мы просеиваем, мы как предприниматели, постоянно как сито просеиваем, смотрим, и вот эти вот, стараемся найти эти жемчужины, которые остаются в этом сити, и дальше наша задача их удержать, там, вовлечь, предоставить им комфортные условия работы, чтобы они с нами долгие годы работали. Поэтому, в принципе, годы идут, да, приходят технологии, приходит искусственный интеллект, но качественный персонал, он востребован был, он востребован сейчас, и я думаю, на ближайшей перспективе все равно он всегда будет востребован. Я в своем бизнесе очень отчетливо вижу спрос, мы оказываем аутсорсинговые услуги контактного центра, и я вижу не только у себя, понятно, у меня этот процесс вообще постоянный, потому что, ну, работа оператора контактного центра сложная и стрессовая, и раньше считалось, что на ней долго проработать нельзя. я сейчас стал это видеть вдвойне, потому что ко мне стало все больше приходить запросов на услугу именно выделенных специалистов. Когда компании не могут в штате нанять людей, им проще обратиться в компанию такую, как наша, для того, чтобы за них это сделали. Потому что это реально сложная работа, это постоянный подбор, 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 обучение и контроль. Вернемся к теме. Давай понятно, что маркетинг разные каналы используют. И мой совет, как человек тоже связанного с маркетингом, так или иначе, пробовать каналы. Артем пробует свои каналы, проводит мероприятия какие-то такие образовательного характера для детей, участвует в конференциях, интервью, безусловно, пишет статьи и так далее. Но каналы, их очень много, и действительно, рекомендация какая? Пробовать, выделять определенный бюджет, не ставить все на одну лошадь, бахать весь бюджет в одну историю, она не получилась. Мы потеряли кучу денег и решили, что в итоге это не работает. Может, оно и работает, может быть, неправильный был специалист, который это настраивал. То есть тут мы, как предприниматели, лишь делаем гипотезы и пытаемся их проверить. Какая-то, да сработает. Есть идея, пластырь. Мне нужно заклеить кровоточек еще рано. Слушай, ну, это опыт, который мы все переживаем. То есть у меня был тоже достаточно долгий период, я отдел маркетинга наполнял, менял, наполнял, менял. Вы знаете, с третьей или с четвертой попытки примерно мы все-таки нашли. Вот, по крайней мере, нам так кажется сейчас, и мы видим за результатами. Просто мы стали, по крайней мере, прозрачно видеть аналитику, и что действия, которые мы предпринимаем, они приносят понятный эффект. Часто, особенно, когда ты делаешь первый бизнес, да, и вот там первую клинику ты делаешь, ты нанимаешь какого-то маркетолога, он тебе говорит, сейчас я тут напишу, тут прорекламирую, а по факту я все сделаю, и действительно, есть статьи, есть какие-то истории, но только эффекта от этого никакого нет, да. И вот мне кажется, очень важно, это приходит с опытом, и что один человек не может быть универсальным, все-таки надо, все-таки какой-то вот, один сделает одно, другой делает другое. Нужно настроить именно метрику, прозрачность. Когда ты понимаешь, что вот я вложил рубль, я получил на него там рубль 20, или я получил на него 10 копеек возврата, да, но это большой труд, это, конечно, надо много работать, и действительно, сначала многие деньги уходят, мы их просто теряем, но в какой-то момент мы понимаем, что все-таки... Будем надеяться. Да, будем надеяться. Хорошо, давай теперь поговорим про твое региональное развитие, это тоже интересное направление, то есть можно было бы по большому счету продолжать развиваться в Москве, Москва, она как резиновая, она постоянно куда-то растет, но ты выбрал южное направление, Сочи и Краснодар. Почему именно эти города, что явилось вообще фактором движения в регион? Два фактора. Первый фактор, это то, что я хочу эту миссию, которую я сказал, нести в Россию всем, да, то есть, ну, чтобы это развивалось, поэтому надо выйти за пределы. Это А. Б. Я стал тестировать партнерские схемы развития, да, и появился там региональный партнер, который говорит, а давайте вот здесь. Я говорю, а давайте, вот поэтому там. То есть это мог бы выйти и другое город. Понятно. Ну, на самом деле, действительно, когда мы говорим, что рынок не консолидирован, нет крупного игрока, то, безусловно, соблазн экспансии региональной есть, но при этом понятно, что своих собственных денег, количество определенное, ты должен ими управлять, а как масштабироваться, то есть надо либо заемные какие-то привлекать, либо привлекать партнеров. И вот тема, как ты, что ты думаешь, это будет, то есть тема франшизы, это она вообще в твоем варианте, как ты веришь в нее, или это другая какая-то модель? Нет, я в франшизу не верю, потому что это очень сложный, персонализированный бизнес, где нужно быть вовлеченным. Я больше верю в модель управляющей компании. Да, есть такая целая, ну, бизнес-модель управляющей компании, когда сверху есть главный, который дает протоколы, делает ассессмент, проверяет, что качество соблюдается, ну, и весь остальной став, который нужен. Плюс ко всему, из плюсов, он дает централизованную закупку, дешевле, более технологичные, спланированные клиники, ну, работоспособные, потому что там большая инженерка все же, да, и нужно, чтобы те мощности, которые построены, чтобы они работали, а не стояли. Да, понятно. То есть, таким образом, ты хочешь с привлечением партнеров увеличить темпы открытия твоих клиник в регионах, но при этом сохранить вот это ДНК, да, которая, ну, и ту философию, которую ты несешь, вот в том числе в плане образования, да, и вот этого повышения качества услуг уже в других городах, чтобы это получить. Понятно. Хорошо. Наверное, мой любимый вопрос в конце, он такой, дай совет тем предпринимателям, которые только сейчас планируют заняться бизнесом по открытию медицинской клиники стоматологической, какой бы совет бы ты им дал? Предпринимателям по открытию стоматологической клиники. Да, в твоем конкретном бизнесе. Ну, классика, ответьте на вопрос, зачем, да, зачем вам именно это, вот, много знаю из рынка ресторанов, много знаю из рынка отелей и других сервисных предприятий, вот здесь есть большая сложность, а сильное отличие стоматологической клиники в том, что в стоматологической клинике есть врач, да, это меняет структуру этого вида сервисного бизнеса, да, медицинского сервисного бизнеса, вот, поэтому это раз. Два, ну, если ты, опять же, предприниматель, ну, как всегда, найдите конкурентное преимущество, чем вы будете отличаться и вперед, вот, я часто говорю, что рядом со мной есть прекрасное помещение, я жду вас, открываете клинику. Ну, мне, кстати, понравилась твоя идея, что ты сказал, я считаю, ты когда говорил про конкурентов, да, ты говорил, что мы их знаем, с ними общаемся, и мы с ними вместе развиваем эту сферу. Да. Я считаю, что это очень важно и большая ошибка тех предпринимателей, которые в своих конкурентах видят врагов и компаний, которые, ну, скажем так, могут, то есть они не верят, видимо, в себя, да, не верят в свои какие-то преимущества, которые они могут реализовать. У них есть этот страх, он так или иначе работает против них, они меньше знают про рынок, не могут договориться, если, бывает же, нужно просто встретиться, поговорить, ну, какую-то обсудить, может быть, даже вместе что-то закупить иногда, вот, когда у тебя большая сеть, ты можешь уже экономить на каких-то оптимизаций, да, на закупках, когда у тебя маленькая, там, одна клиника, тебе выторговать какие-то скидки у поставщиков практически невозможно, но если ты делаешь это в партнерстве с какими-то коллегами по цеху, тебе уже может что-то и как бы в этом отношении получиться, поэтому действительно надо со своими конкурентами, в том числе, дружить и знать их лицо. Сто процентов. Вот, ну, спасибо тебе за встречу, с нами был Артем Газаров, основатель технологических стоматологических клиник «Белая Радуга». Спасибо тебе за интервью, спасибо, что пришел и желаю тебе достижения твоих целей. 400 клиник, это очень амбициозно. Спасибо большое, спасибо, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!